Доброе утро! Итак, мы начнем сегодня наш урок с главы, которая называется Шофитим. Шофитим — это судьи, судьи и надсмотрщики. Так это начинается. Шофитим и шотеринь, судьи и надсмотрщики. Начинается так, шараат Чилар, витаяк Чилар, виргинь, эзуня, джумла шахарларинда, и адунай танрын, вирядер сана шеветляриня, да шараат эт синдер ол улускам, раст шараат. Судьи и надсмотрщиков, поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, по коленам твоим, чтобы судили они народ судом праведным. Очень важно, значит, сказать, дать небольшое вступление. Я напомню, что всю книгу Деварим, автор Зазакония, Моисей написал в течение одного месяца, последний месяц своей жизни, перед тем, как он умирает, не войдя в землю обетованную. Поэтому вот эти вот все главы, которые написаны во Второзаконии, они являются, с одной стороны, предостережением, чтобы сыны Израиля не служили богам иным, кроме Бога, единого Бога. И, с другой стороны, значит, он их наставляет, как они должны себя вести в земле обетованной, что они должны делать и как они должны себя вести. И поэтому, значит, вот именно в этой главе Моисей перед своей смертью наставляет их, что один из очень важных аспектов жизни сыновей Израиля в земле обетованной, это поставить, установить судебные инстанции, да, то есть судебные инстанции, которые будут судить народ Израилевых, потому что вообще все люди, людское нутро, природа человека, она устроена так, что люди по своей природе, они убивают друг друга, грабят друг друга, или там насилуют, или воруют друг у друга, то есть, поэтому очень важно, чтобы был суд, праведливый суд, праведный суд, который будет судить, значит, неправопослушных граждан. И с одной стороны, как говорится, нужны шофитим, это судьи, да, то есть шарат чилар на караимском, это судьи, а с другой стороны нужны шотрим, шотрим или датаяк чилар, это насмотрщики или полиция, которая будет это, значит, решение суда исполнять, то есть выводить, у нас называется гуцалапуаль, исполнение судебных решений. То есть вот эти вот две инстанции очень важны, потому что если есть судьи, но нету исполнения судебных решений, то грош цена таким решением, поэтому очень важно, чтобы были с одной стороны судьи, которые будут праведно судить, разбираться в каждом деле, и по мере того, что, значит, они видят, они выписывают судебное решение, а с другой стороны вот эти вот шотрим или исполнительная инстанция, она должна это решение исполнять, то есть если есть какой-то человек, человек, который не хочет выполнять судебное решение, то его принуждают силой, и для этого нужны шотрим, то есть датаяк чилар, то есть я как-то говорил уже, что в караимском языке я не нашел слово полиция или милиция, и вот я предложил это слово использовать датаяк че, датаяк че, то есть полицейские, для исполнения судебного решения. И это взял именно из этого места, то есть из главы Шофетим. Итак, почему, собственно говоря, для сыновей Израиля очень важно, чтобы был праведный суд, потому что Господь Бог праведен сам, и Он требует, чтобы Его народ, поскольку Он святой народ, Он также был праведен, а праведность, она выполняется, когда есть праведный суд. Поэтому вот эти вот судьи, они должны праведно судить, не брать взяток и судить, невзирая на лица, то есть если он бедный или богатый, неважно, значит, прежде всего должна быть праведность в суде. Да, скум сват, неважно, это, значит, все должны быть равны перед судом. Итак, мы продолжаем. Каир магин шараат, юз этмягин юзляр, да ал магин шохад, ки ол шохад, сокхур этар гёздарин услюдарнын, да кынгыр этар сёздарин чадыкларнын. Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды взятки, ибо мзда или взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. Так, ки ол шохад, это продолжение, да, то, что я уже сказал. Ки ол шохад, сокхур этар, да, это я прочитал уже. Теперь дальше. Не сади себе ашира, да, ашира — это дерево, которое имеет форму божества. Вот тут написано «теря гинь джумля агачнын», то есть любое дерево, но имеется в оригинале кумирное дерево, да, ашира — это кумирное дерево при жертвеннике Господа, Бога твоего, которое ты сделаешь себе. Вот из этой вот заповеди, значит, есть такое предписание, вот у Абрама Пферковича мы видим, да, что даже при Кеноса запрещается сажать дерево, потому что тут написано, что любое дерево запрещено садить возле жертвенника Бога. Поскольку Кеноса считается малым храмом, в котором есть жертвенник, а молитва — это, значит, мы молимся вместо жертв, жертвоприношений, то поэтому некоторые каремские вероучители запрещают садить деревья возле Кеноса. И так далее мы продолжаем. И не переноси в жертву Господу Богу твоему быка или Агнса, в котором будет порог. Вот слово «аиб» — это порог, а вообще на оригинале, на «лишен кодыш» — это «мум». Что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. То есть жертвы, вот эти вот животные, которые приносятся в жертву, они должны быть без порога, без порога, без иньяна. То есть Богу приносятся самое лучшее, и не дай Бог, чтобы там был какой-то порог или изъян в этом животном. И теперь 17 глава, здесь начинается отсюда. Если найдется в среде твоей, в каком-либо из врат твоих, который Господь Бог даст тебе, мужчина или женщина, который сделает зло пред ликом Господа, как я уже говорил, «эне Адонай» переводится как «лик Господа» на караимском. «Ана Ятларына, Адонайнын, пред ликом Господа, Бога твоего, приступив, завев и завет его, и пойдет и станет служить божеством иным, и поклониться им или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не велел». И тебе будет сообщено, и ты услышишь, и расследуешь хорошо, «И если это точно правда, совершена мерзость эта в Израиле». То есть очень важно, что судьи должны исследовать это дело, если это правда, да, и если действительно правда, то что тогда? То выбери мужчину или женщину, ту, которая сделала это зло, к воротам твоим, мужчину или женщину, и побей их камнями, чтобы умерли они. То есть вот это вот язычество, служение чуждым богам во время святого храма, во время того, когда была скиния завета, оно несло с собой наказание, смертные казни. Значит, здесь предписание идет по словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен быть умершвлен подлежащей смерти, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. То есть один свидетель не может свидетельствовать в деле, в котором есть смертная казнь, должно быть как минимум два свидетеля, и чем больше, тем лучше. Ну, здесь как бы в минимум предлагается два или три свидетельства, в том случае, что если один из свидетелей он заболел или находится в дороге, то остается два свидетельства. То есть должно быть три свидетельства в запасе, из которых два точно дадут свидетельское показание. Рука свидетелей, да будет на нем первой, чтобы убить его, а рука всего народа после, и искорени зло из среды твоей. То есть очень важно, чтобы вот это злоязычество, оно было искорено из среды святого народа Израиля. Ки ацейб болса сенден неме шератка, арасына канын нин канха, арасына дин нин динха, да арасына хасталик нин, хасталик ка, сезлари далашларнин шахарларын да, да туагин олгиргя, ки саи эласа адонай танрын аны. Итак, вот то дело, которое трудно, значит, трудное дело, его должны представить в Иерусалиме, там, где есть Святой Храм, там, где есть Урим и Тумим. Это вот то средство, тот прибор, да, с помощью которого спрашивает Господа, называется Урим и Тумим. Это специальные такие камни драгоценные, которые были, с помощью которых решалось любое проблематичное дело, и, значит, с этим, с помощью этого прибора решалось любое сложное дело. И это дело должно быть представлено в Иерусалиме, поэтому, значит, это дело, значит, должны представить Иерусалим, и там оно будет рассматриваемо. И приди к священникам, левитам, и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, которое они скажут тебе с того места. Ол ердян, ки сайласа Адонай, да саклахин, кылма, цюмля, нечеки, огрет салар сана, ол тора, тора гюра, ки огрет салар сана, да ол шараатка гюра, ки айтсалар сана, кылхин, кайрылмагин, ол сөздян, ки анлацсалар сана, ол еридас, ол он еридасон еры. Значит, и поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе, по закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи, не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе ни вправо, ни влево. А человек же, который поступит дерзко, не слушая священника, стоящего для служения там Господу Богу твоему, или судьи, да умрет человек тот, искорени зло из Израиля. Итак, в чем отличается этот закон от того, что предписывают раввинисты, да, что нужно слушать равва, даже если он тебе говорит направо-лево и налево-право, они как бы взяли это все из этого закона. Дело в том, что есть одна очень важная фраза здесь, которую мы должны обратить внимание. И эта фраза, она, значит, в оригинале звучит вот как «Алпига Тора», да, «Алпига Тора», то есть правильно будет перевести не по закону, а по Торе, да, по Торе, по письменной Торе. И это находится здесь, «Ол Тора Гагюря, Ки Орт Мяса Ларсана». То есть они должны тебе вынести решение, судебное решение, которое основано на Торе. если же оно не основано на Торе, противоречит Торе, то тогда запрещено слушать это решение. И вот это очень важная фраза, которая отделяет караимов от раввинистов, да, то есть поэтому даже вот в том переводе, который я сказал сейчас по закону, который очень научит тебя, это не совсем правильный перевод. Правильный перевод это по Торе, да, по священной Торе, по письменной Торе «Ол Тора Гагюря, Ки Огрят Ся Дар Сана». Именно по, что это судебное решение, которое они вынесут тебе, оно должно быть основано на Торе. И никак иначе. Окей. «Ол Киши киклса чаялык белянь, эшит мя мякя ол коген гя, ол турган йомуш эт мя, анда адунай танрыга, я ол шара чига, да ол сын ол Киши, да эксит кинь ол яманы и сваэль дянь». Значит, да, это может сказать, человек, который поступит дерзко, не слушая священника, стоящего для служения Господу Богу Твоему или судьи, да умрет человек Твой и скорени зло из Израиля». То есть, все должны бояться судьи и суда, да, который, как я уже говорил, должен быть выносим по священной Торе, по письменной Торе. «Даджумля ол улус эшит кайлар, да корк кайлар, да чаялык этмя кайлар, эйдегинь», и весь народ услышит и убоится, и не будет впредь дерзко поступать. «Ки гельсянь ол ергя, яданай танрын верай дэрсана, когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог Твой дает тебе, да мерас мэра слээсан анны, да отурсан анда, и когда ты овладеешь и овладеешь этой землей и поселишься в этой земле, да айцан кой я им из тюмя хан и скажешь, поставлю-ка я на собою царя, «Джумля ол улуслар гибеки чупчувляремя» «Подобно тем народам, которые живут вокруг меня» «Койма койгин истиня хан кисай ласа адонай танрын аны» «То поставь царя, которого изберет Господь Бог твой» «Ортасын дан кардашларын нын, койгин истиня хан, болай алмасын вермя истиня ядкиши» «Ки кардашин догул дегюльдер ол» «То поставь царя из среды братьев твоих, не можешь ты поставить на собой чужеземца, который не брат тебе» «То есть у многих народов, бывает, что ставят на собой царя чужеземца» «Ну вот, скажем, в России было несколько таких примеров, такие, как, скажем, Екатерина, которая была немкой» «Этот закон запрещает над израильтянам ставить на собой царя, который был бы чужеземцем» «Он обязательно должен быть из среды народа Израиля» «Тек кёббеэтмасын ёзюня аталар, да кайтармасын ол улусны миссиргя, кёббеэтмяк учун, ад даданай айты сизгя, арттыр магын кайтма ужбу ёл белянь дагын» «Только чтобы он не заводил себе множество коней и не возвращал народ в Египет для умножения коней» «Господжи сказал вам, не возвращайтесь более этой дорогой» «То есть запрещено этому же царю, он должен вести себя скромно и не умножать себе количество коней, не умножать себе жен, как мы это увидим впоследствии» «Ток кёбеэтмасын ёзюня хатынлар, да азмасын кёнлю, да кёмюш да алтын, кёбеэтмасын ёзюня асры» «И пусть не обзаводится множеством жён, дабы не развратилось сердце его, и чтоб серебра и золота не умножал он себе чрезмерно» То есть мы видим даже, скажем, царь Соломон, который умножил себе богатство и жён В конце своей жизни эти тысячи жён, которые у него были, они совратили его, и он уклонился от прямого пути Тора «Даб болгай оттурганы гиби тахти юстюня ханлыгынын, да я засын эзиня, экенджи сын, ушбу Тора нын, битик юстюня, алдин дан, олкогэн лярнын, оллеви лярнын» «И вот как воссядет он на престол царства своего, пусть напишет себе список закона всего из книги, что у священников, у левитов» То есть он собственноручно должен переписать Тору, священную Тору, для того, чтобы изучить её «Дабол сын биргасиня, да охусин анда джумля гюн ляриндя, тирлик лярнын, анынычун, огран гяй, хоркма адунай танцыдан, саклама джумля сезлари ушбу Тора нын, да ушбу рясим лярны, кылма аларны» «И пусть будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей, дабы приучился он бояться Господа Бога своего, чтобы блюсти все слова закона сего и уставы сии, дабы исполнять их» «Биік бол мамакка гюн лю кардашларын дан, да кайерыл мамакка ол мечвадан, ол е ери да сон ери, анынычун, у заткай гюн ляр ханлыгы истюня, ол да огланлары ортасын да Исраэльнин» «Чтобы не возносилось сердце его над братьями его, и чтобы не отступал он от заповедей сей ни вправо, ни влево, дабы долгие дни пребывал он на царстве своем, он и сыновья его среди Израиля» То есть эти законы относятся к царским законам, то есть что должен делать царь, если его изберут в народе Израиля Теперь следующая глава, 18 глава «Бол масын коген ляр гя, ол леви ляр гя, джам ля шеветиня и леви нын, ки да улюш Исраэль билянь, от лукур банларын адонайнын да улюшин ашасын лар» «Да не будет у священников левитов и у всего колена левитова части и удела с другими коленами Израиля, ибо жертвами Господа долей его пусть питаются они» То есть у левитов и когенов нет земельного наследия, ибо им когена приносят огненные жертвы Часть из этих огненных жертв даются когенам, а левиты получают десятину от всех других колен Израиля «Да улюш был масын анар, ортасын да кардаш ларнын адонай олдер улюши, ничики сажлады анар» «Удела же не будет ему среди братьев его, потому что Господь Бог, Он удел его, так как говорил Он ему» То есть когены и левиты, они должны обучать народ, служить в храме, и это является их уделом, и поэтому они не получили земельного наследия Да бу облалысин теориеси ол-кохенлернин, катэндан ол-улуснын, катэндан курбан-этивчиллернин, А вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву быка или агнца, каждый должен отдавать священнику плечо, челюсти и желудок. Вот эти три слова, которые я немножко плохо прочитал. Ардаланы – это плечо, ягакларны – это челюсти, шарданы – это желудок. Илькінь тахилліннын татлы чагырыннын да зайтын ягыннын да Илькінь кыркканынын коюнын вергінь анар. Начатки от хлеба твоего, вина твоего и елия твоего и начальную часть стрижки овец твоих отдавай ему. То есть мы видим здесь разделение, в принципе, вот эти вот части от животных, как мы говорили, что это плечо, челюсти и желудок, это полагается когенам, а вот вторая часть – это от урожая, она – это десятина, она дается левитам, а уже левитам дают десятину из своей части, дают когенам. Итак, мы продолжаем, шарданы, это мы прочитаем уже. «Ибо его избрал Господь Бог твой из всех колен твоих, чтобы стоять для служения во имя Господа ему и сынам его во все дни». Итак, мы видели, что это части, это когенов и левитов, то, что им полагается, поскольку они не получают земельного надела. И если придет левит из одного из ворот городов твоих во всем Израиле, где бы он ни обитал, то пусть придет по полному желанию души своей на место, которое изберет Господь. То есть левиты, они разбросаны по городам во всех временах Израиля. Есть 48 городов левитов, значит, и любой из этих левитов может прийти, когда он пожелает, в священный храм или в священную скеню и там служить наряду с другими левитами, которые там постоянно находятся. И пусть будет служить во имя Господа, Бога своего, как и все братья левиты, которые предстоят там перед Господом, то есть которые там обитают постоянно. Долями равными успитаются сверх выручек его от продажи отцовского имущества. Когда ты войдешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, то не научись делать мерзости, какие делали народы те. То есть теперь здесь мы увидим 9 мерзостей народов, которые совершали другие народы и которые запрещено делать народу Израилю. Но, к сожалению, сегодня среди раввинистов все эти 9 мерзостей существуют, и мы, караимы, себя отдаляем от всех этих мерзостей. Я приведу сейчас примеры. «Да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего или духа, дочь свою через огонь или кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея» и так далее. «Незаклинатель», да, где мы находимся, Анчелик, «Уховерахавади», да, здесь находится, «Да, кушувчи, кушмак, да, килявчи, камчаны, да, бельряджаны, да, сорувчи, олюляргя» «Ни заклинателя, ни вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрощающего мертвых». Вот, кстати, раввинистов, они вопрощают о мертвых, то есть специально они едут преклоняться на могилы так называемых святых, чтобы преклоняться им, или если в Умани, или в других местах, куда они едут, они специально едут туда, чтобы преклоняться и вопрощать у мертвых, да, у этих своих святых, вопрощают беременность и тому подобное, да. «Ки ирянчисы адунайнын джумля кылывчи буларны, да сабабы ичун ужбу ирянчиклярнын адунай танрын сурядер аларны алдиндан, ибо народы этих, которых ты изгоняешь, волхвов и кудесников слушают они, а тебе не то дал Господь Бог твой». Вот еще, кстати, я забыл упомянуть, что у раввинистов есть такое мозаль то, что они веруют в мозаль, мозаль это созвездие, они веруют, что есть созвездие плохое, хорошее созвездие, они подписывают в определенные дни, что нельзя работу производить или куда-то там ехать, скажем, и все это они связывают с расположением звезд. Мы же же, Каримы, этого всего не признаем, то есть у нас нет веры в мозаль. И так далее. Теперь «Тамим тюгяль болгын адунай танрын белянь, будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы этих, которых ты изгоняешь, волхвов и кудесников слушают они, а тебе не то дал Господь Бог твой». То есть ты должен слушать только исключительно Бога. «Нави ортан дан, хардашларен дан, меним гиби, тургузыр сана дунай танрын, анар эшитинис». «Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь, Бог твой, его слушайтесь». То есть так же, как и царя, который должен быть из народа Израиля, любой пророк, он также должен быть только из народа Израиля. То есть те пророки, которые появляются среди других народов, они не являются истинными пророками, так как истинный пророк, он должен быть из народа Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он говорил только с Моисеем, а Моисей будет передавать им то, что говорит Господь. И сказал мне Господь хорошо то, что они говорили. Пророка поставлю я им среди, из среды братьев их, такого же, как ты, и вложу слова мои в уста его, и будет он говорить им все, что я повелю им. Пророка я поставлю над ними, да, и будет из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и будет он говорить им все, что я повелю им. И будет человек, который не послушает слов моих, который тот говорит будет именем моим, с того взыщуя. Так он навеки чаял ица сезлямя сезлямя сезлямя, но порок, который дерзнет говорить моим именем, не ки симарламадым анар сезлямя, то, что я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, умереть должен такой пророк. То есть здесь есть закон о лже-пророке, который будет говорить то, чего не говорил Господь, или будет говорить именем других богов. Значит, такой пророк является лже-пророком, и он должен быть умершлен. И если скажешь в сердце своем, как же узнаем мы слово, которое не говорит Господь? То, что скажет пророк именем Господа, но слово «то» не сбудется или не настанет, то это то слово, которого не говорил Господь, с дерзостью говорил его этот пророк, не бойся его. Итак, 19 глава. «Ки ки 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 сяром, да? Значит, ки ки сяром, адонай танрин, ол улусларны, ки адонай танрин, веряй дар сана, ер ля ринь, когда Господь Бог твой истребит народы, землю которых Господь Бог твой дает тебе, да мерясь ля сан аларны, и ты вступишь в наследие после них, и поселишься в городах их и в домах их. «Юч шахарлар айргин, олзиня, орта синда, ерин нын, то выдели себе три города среди земли твоей, и адонай танрин, веряй дар сана, которую Господь Бог твой дает тебе, мерясь ля мя аны, для владения ею, да дир ля гинни, олзиня, ол ёл ны, да ўч паи эт кинни, сынорын, сынорын ерин нын, то устрой себе дорогу и раздели на три части пространства страны, ки улаж сасана адонай танрин, которую наделил тебе Господь Бог твой, да бол сын качма анда джумля ротчейах, и будет это место для бегства туда всякому убийцу, который убил по ошибке, да, мы говорили уже об этом законе, да будр иши ол ротчейах нын, ки качкай анда, да ты рель гай, и вот закон для убийцы, который может бежать туда и остаться жив, ки урса достын бель мяинча, тот, который убьет ближнего своего безумысла, да ол джуме не был врагом тюня гиндянь берси кюндянь ни вчерашнего, ни третьего дня, да ки кельса киши до сту белянь, орманга кесмя ахачлар, и также кто пойдет с другом своим в лес срубит дрова, да тайса колу болтада кесмя ахачны, и размахнется рука его стопором, чтобы срубить дерево, да сувурылса ол болта ол сафтан, и соскочит железо стопорища, да чапса достын да ольса, и попадет в друга его, и он умрет, ол качсын бирсеня ужбуша харларнын, да тирельсин, то он пусть бежит в один из этих городов и останется жив. Да болмагай кувгай ёлувчисы, ол каннын артэндан ол рочиахнын, а то мститель за кровь погонится за убийцей в горячности сердца своего и настигнет его, ки кызыса кёнлю да яцца анар, ки кёбболса ёл да урса аны, урмагын джаннын, и погонится за ним в горячке своей, и настигнет его, если далёк будет путь, и убьёт его насмерть, да анар йога ди шараты олюмнын, но он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был он врагом тому ни вчерашнего, ни третьего дня. Вот поэтому я побелеваю тебе, говоря, три города отдели себе. А когда же расширит Господь Бог твой пределы твои, как клялся он отцам твоим, и даст тебе всю землю, который он обещал дать отцам твоим, ки сакласан джамля ужбу мичваны кылмааны, если соблюдать будешь все эти заповеди, чтобы исполнять их, ки мен сымарлай дар мэн сана бюгюн, которые я заповедую тебе ныне, севмя адонай танрынны, да юрмя йоллары билянь джумля ол кюнля, чтобы любить Господа Бога твоего и ходить путями Его во все дни, да арттыргын эзуня дагын юч шахарлар ужбу юч юстюня, то прибавишь себе еще три города к сым трем городам. Да тюгюль мя сын нахак кан, и да не будет пролита кровь невинного, ортасын да ерин нын среди земли твоей, ки адонай танрын берядер сана улюш, которую Господь твой, Господь Бог твой дает тебе в удел, да болыр истюня канлар, и да не будет тебе вины крови. Да киболса киши душман до стына, но если же будет кто-то врагом ближнему своему, да андиса аны да турса истюня, и будет подстерегать его, и восстанет на него, да урса аны урмагын джаннын да ульса, и убьет его, и восстанет на него, и убьет его до смерти. Да качца берсеня ужбу шахарларнын, и убежит в один из городов этих. В шалиху да иберсинлар, картлары шахарнын шахарнын, да алсинлар аны андан, то да пошлют старейшины города его и возьмут его оттуда, да версинлар аны колуна юлувчисынын, олканнын да ульсын, и придадут его в руку мстящего за кровь, чтобы он умер. Хаев сын масын сёзын истиня, да не пощадит его глаз твой, да эксид кинь ол нахак каны Исраэль дянь, да якши волцын цена. Чтобы очистил ты, Израэль, от невинно пролитой крови, и будет тебе хорошо. Бузмагын сынорын не отодвигай межи ближнего твоего, которую намежевали предки в уделе твоём, улушингда ки улушсан в уделе твоём, который достанется тебе в земле, ердя ки адунай танрын веряй дирсана, миря слэмя аны, в той земле, которую Господь Бог твой даёт тебе для владения ею. Турмасын бир танык ки шидя, да не выступает один свидетель, джумля гунах учун против кого-либо в какой-нибудь вине, джумля язык учун, джумля язык учун, ки язык полса, бой руги билянь эки таннык ларын, талык таннык ларнын, какой-нибудь вине за какой-нибудь приступок, во всяком вообще грехе, который он согрешит, по словам двух свидетелей или по словам двух свидетелей, да будь поставлена джумля гунах учт таннык ларнын, турыцин си. Ки турса ялан таннык ки шидя, если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, таннык лык вермя анын учун, азмаксиоз, да турсынлар, эки ол ки ши лар, ки аларнын ол талаш алдына адонайнын, то пусть предстанут оба эти человека, у которых тяжба перед Господом, алдына ол коген ларнын да ол шараачи ларнын, перед священниками и судьями, ки болсалар ол кюн ларда, которые будут в тени, да ссор сынлар ол шараач чиллар яхши, и судьи эти пусть расследуют хорошо это дело, да муна ялган таннык эся ол таннык, и оказалось, что этот ложный свидетель, ялган танклак берди эся ка ши учун, он ложный, он против своего брата,